Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что касается банов Бэтрайдера и Чен Ну вот забанили Бэтрайдера и забанили Чена Чтобы их не запушили Но пока довольно таки Все смотрится хлипко Против того же Спиритбрейкера И Сларк с Эмберспиритом в бане от Сидек Что интересно они заберут себе на кэри позицию Возможно это будет опять же кэри Квин оф Пейн Но последнюю игру мы видели Квапа пошла в мид Это было отличным решением Она абсолютно адекватно там выглядела Ну что Сидек Сидек думает Думает над своим ласт пиком Все таки будет ли это кэри Квапа Или возьмут какого-то кэри посуровее Это Брюмастер Да опять у нас будет давление Но на этот раз немножко более интересное На самом деле врыв жесткий Спиритбрейкер Брюмастер с каким-нибудь блинком И Есть еще Шейкер Который может подцепить тот же Вич Доктор Довольно таки интересный получается пик от Сидек Ну и я так понимаю Так понимаю Можно на самом деле переходить в Дота ТВ Ласт пик от HGT Ласт пик, ласт пик Им так же не хватает кэри героя Который бы зашел против Брюмастера Ну и есть Скайрос Мейдж Это уже неплохо Есть чем Эту панду затыкать Но пока что непонятно Что вообще будет Убивать здесь Спиритбрейкера Под хилом Вич Доктора Все опять же у Сидек Плотное Толстое Кака кстати на пике Я вот не обратил внимания Кака всегда был на пике Или он только в этой игре сел Возможно До этого Нет до этого все время на пике сидел Притихал Притихал Ну так они поменялись В итоге забирают шторма Так что у нас там с историей Я чувствую что там после прошлой игры Произошла бомба лейла И поэтому Кака решил все взять в свои руки Ты не в лобе да? Ты то есть Я в Дота ТВ Все сейчас Я тогда к тебе присоединюсь На секунду ребят В общем Кака решил Провести революцию Пока удачный момент И доказать что Он Будет пикать Для этой команды Везде Так собственно Возвращаемся Собственно я вернулся Можно послушать Самого себя В Дота ТВ Да Ну вот сейчас будет До пик и шторм В этой ситуации И Что скажешь По пикам В данной игре У нас ждите Все приятно Выглядит То есть Есть у нас Хорошие керри Достаточное количество Нюков Адекватная комбинация В виде Рукшот Плюс Мистик флэр Которые будут Разрывать здесь И вслед за этим Нужен Какой то боец Который просто Позволит Затемить лейт То есть у нас Получается Либо соло мидер Хотя сф Будет тяжко Против queen of pain Либо керри Керри который Будет бомбить Всех Что такое боевая керри То есть Ни сларки Ни антимагии Как-то за смж Там не хотел Не упрашивал Сейчас То есть Это Ни в коем случае Нельзя делать Шторм здесь Вообще Зайдет Да Там зайдет То есть То есть Все норм Получилось Ну вот он Кстати да Боец Да Тебе можно Ити тренером Да я ж Я ж только что Пик видел В лобби Ты думаешь Я такой крутой Прямо Ну я думал Да Да нет К сожалению Я бы наверное Очень хотел Но Не в этой жизни Да И вообще Так норм Клакверк У нас сразу Тпшится Да Айси опять На клакверке Эйр на Сэфи Преттихол На Скайрос Мэйджи Кака на Винге И за смж Шторм спирит Уцедеков Шейки На Квинув Пейн Икз Спиритбрейкер Гардер Шейкер Агрессив На Кэрри Блюмастер Ничего себе И Кью На Видждокторе Прямо Клакверк Очень боится Что ему тут Наваляют Потому что Быстренько Пошел Поставил Сентри Пошел Поставил Обс Но Никого Он перехитрить Не получается Потому что Все бегут Просто-напросто Наверх И будут Сейчас сверху Контролить Руну Спиритбрейкер У нас Забегает В леса Поставит Сейчас Вардец Да Дефолтный Вард Ставит На точку Чтобы Видеть Ну и в итоге Друг друг друга Команды Так и не увидели В общем До начала Вот стоит Разве что Обсервер По периметру Аккуратненько Выходит HGT HGT Куда-то Перетягиваются Возможно Хотят Законтролить Нижнюю руну Да Идут на нижнюю руну Втроем Причем И здесь же У нас Сидек Но За счет Клокверк За счет Когов Здесь может Нормально Повоевать Но он Слишком Испугался И правильно Сделал Потому что Фиссура Закрывает Проход В итоге Он стоит Поджимается Закрывает Неплохо Брюмастеры В угол Летят Каски И кто кого Агрессив Или Клокверк В итоге Агрессив Падает первым Клокверка Удается разменять Вичдоктор Каски Только через 13 секунд Шейкер Начинает регенить Ману Поздновато Нужно ее сбить Сбивают Ману Вичдоктор Отходит Теперь погонь За Шейкером Стан Винге Сбивают реген Маны Шейкер До фиссуры Не хватает Буквально чуть-чуть И Шейкер Падает Отличные каски Квин оф Пейн Заберет Скайрос Мейджа 2 в 2 размен Ну как сыграл Так Клокверк Интересно Поджал Брюмастера В Коге На жадности Так сыграл И неплохо Довольно таки У него это получилось Ну при этом Еще идеальная позиция То есть на самом деле Команда не до конца Верила то Что можно забрать Того же Клокверка И поэтому Очень мало ДПС вошло В то время как У Аж ДТ Они все стояли на позиции То есть бежит Клок Тут 4 героя Уже стоят И пока только Брюмастер догоняет Это не вариант Шейкер имеет Слишком мало ассиста Да и тот же Братрум Поэтому Айяйяй Бринга отдалась Скрипам Правильно сделала Потому что Так она сэкономила Огромную кучу времени И приходит Мять Братрума Для Братрума Линия как минимум Приятная Ты просто стоишь Тебя Ну вот могут Только с руки тыкать И постоянно Линия пушится В твою сторону С пятерочкой армора Довольно приятно Так поглощать Урон И щитком еще И куча регенов В общем здесь Спиритбрекер Стоит нормально До 6 левела Ты в полной безопасности 6 левела Шторма В миде Сэр стоит против Квинув Пейн И его уже Сэвит Скай Размейдж Такой приятный персонаж Хотя ему лучше Было не сэвить А начинать делать То что он делает Сейчас Это просто Начинать харасить Точнее Начинать харасить Квинув Пейн И дать Сэфу Набрать душ Пока видно То что Сэф Так много душ Набрал Это походу За счет того Что Квинув Пейн Качнуло Блинк На первом левеле И в результате У него проблемки Подходит Сэф 2 Кайла Квинув Пейн Забрали Вырывается Также Братрум На Ская Но даже Если этого Ская Заберут Хотя он на сапоге Смотри как Мансит Как хорошо Мансит Ну у него Муспица Очень большой Скай Размейдж Здесь он уходит Что сбить Кларити За СНГ Давай Покажи же Что-то в этой игре Скай Размейдж падает Сбивает Кларити Но за СНГ Остается 1 в 2 Причем Против коровы Которая Против двух коров Просто здесь Он их разнесет Просто реминантами Да Он поставит Один реминант Второй реминант Я вот не знаю Чего Икзэя не боится Но ему пора 30 хп И последняя тычка На повороте Забирает Шейкера Да Икзэй тоже Побоялся Он закупается На все деньги Покупает Систик Телепорт Прячется в лес В надежде Что его перестанут Преследовать Седает Танго Второе Но далеко уйти Ему не удается 5-4 В пользу Эджити В итоге Они выигрывают Размен В общем Бить миличниками Штармау Который у реминанты На 140 урона Оверлот Это который Еще с плейшой бьет И вообще Все очень хорошо Это очень пропадная история Я бы сказал Дашь слишком Это халява Для СНЖ Он думал Тут я сжарю И вот Поставил первую Итычку Поставил первую Итычку Икзэй все взрываются На СФ Нападение Получает дротик СФ Пытается раскастоваться Скайросмейдж Подходит Неплохо Очень много башей Очень много башей СФ в итоге Не выжил Но если бы им повезло То обязательно бы Всех добил В итоге Подходит сюда В очередной раз Винга Скай Братрума Первую Должен выживать Ой как мало Хп 20 хп Винга Идет дальше Ну получает Стан от шейкера И не смогла Ничего сделать В итоге Размен один в один Здесь Но На самом деле У нас пошли Замесы плотные 6-5 В пользу HGT Пока что Никто не трогает Брюмастер Разве что На легкой линии Брюмастер Здесь себе уже Выформил Сапожок Боттл Есть у него Также Фласочка Ну и Мы не видим Вообще Клакверка Клакверк у нас Куда-то свалил А Клакверк за руной Пошел Сбирает ее Не знаю Почему Клакверк в этой игре Не качает батарею По-моему Врываться Клакверком Вот в этой игре Можно В того же Брюмастера Можно ворваться Но Он решил Играть Видимо Уже привык Что В каждой игре Происходит Какой-то Посос Не в кого Влетать Нечего делать Ну и В его случае Здесь есть момент То что Ракету Вообще Всегда Даже если Стоит в меде Качает на двойку Потому что На единичку Мало Там всего 80 урона А так Это 120 И это Гарантированная Тычка в крипа Благодаря чему Ты их и забираешь Поэтому Я верю Что он будет Качать Батареечку То есть думаешь Все-таки батарею Раскачает Ну может быть Да Ну хотя Ракеты тоже Хорошо смотрятся Учитывая Что у них Более защитный пик Это Цдекам нужно Нападать Поэтому Сейчас глянем Ну Цдеки нападают Цдеки нападают Но пока что Без особых Таких успехов 5-6 Я думаю Что планировали Они чуть получше Провести начало игры Ну вот на СФ Уже просто так не выехать Потому что Его кайлы Его урон с руки Довольно-таки Неприятно он дамажит А Квапи Не хватает Из-за того Что у него второй кинжал Взят Ей не хватает Вот именно бурста Чуть-чуть левела Ей не хватает Но сейчас она доберет И сможет На самом деле Но в первую очередь Квапи не хватает Какого-то Не знаю Второго героя В атаке Например Вич доктора Потому что Вич доктора Стоит снизу С клокверком Да Может быть Он что-то здесь Полезное делает Но по-моему Брюмастер Шестого левела Уже не обламывается Стоит против этого Клокверка Можно провести Агрессию На других линиях Потому что По крипстату Видно как Сф доминирует У него уже Там 110 урона Квин оф пейн Добить вообще Ничего не может Потому что у него Всего 70 И крипстаты Растут не по дням А по часам Или даже по секундам По секундам Каждая секунда Возрастает Действительно Все больше и больше Шторм взял себе Пауэр третс Мы видим Хочет быть Поплотнее Чуть-чуть Ну действительно Если тут такая Вначале агрессия То Да и вообще Птшка Это по-моему Сейчас стандарт В современной доте Поэтому ничего удивительного Ну и раскачка У него Самая стандартная Без вортекса Которая сейчас Супер популярна Да и криппал С птшечкой И проще Добивайтесь Третий хоу Получает маледикт Получает фиссуру Маледикт какого уровня По-моему Не первого Да Второй маледикт Но он его не убьет Выживет Да Хотя вот На самом деле Посмотри Буквально одной тычки Не хватило На самом деле Если бы тычку Еще сделали Там чуть-чуть урона Этот урон очень Ну как бы Чем больше Наносишь перед первым тиком Вот этого маледикта Тем сильнее Он дамажит дальше Поэтому одной тычки Возможно не хватило Но скайросмейш Не очень этому рад Приходится нести фласку Да Такой убийственный Убийственный Вичдоктор Получается Без хила Зато с маледиктом И выход на Клакверка Планируется Я так понимаю У Бримастера есть ульта В принципе Если подцепит его То можно забрать Опять же Под тот же маледикт Клакверк стоит аккуратно Но Ловит Прокаст И Да Вот это Ганг Ганг не зашел Ну Аккуратненько Играет Клакверк Хотя если бы его обошли Вот как-нибудь Аккуратно Вот так вот Вардов то нету Обошли по Нижней линии По речке По речке То могли неплохо Закрыть И надамажить Но Не вышло Бримастер скоро С блинком будет Такими темпами У него очень быстрый Блинк намечается Действительно Ну Много фармит Вичдоктор Начинает качать Кентавров в лесу Вторыми касками Чуть подуспокоилась Игра у нас СФ уходил в лес Пофармить Разбиваются смоки И сейчас пойдет Ганг Или это такой Байт на руну Своеобразный Но никого Здесь нету Заходит Венга Все видят Видят Что здесь Никого Подходит Также Клакверк Ну кстати Ты был прав Он действительно Вкачивает батарею На пятом Это хороший билет Универсальный У нас тут терение Врыв сверху Кенов Пейн Начинает делать дело Нападает на ЗСНЖ Ультимейт Братрума Кенов Пейн Оставляет шансы Ой саппорты Выходят очень неудачно Они здесь ничего Не могут сделать И в принципе Можно за ними Было бы погнаться Но решают Отступить Нету маны У шейки Раз Спирит брейкер Потратил Все И Клапа тоже уходит Ну так вот Забрали Решили не жадничать Хотя саппорты Здесь могли Нету Клакверк Уже есть шестой И возможно Он ворвался Неплохо Блинк на брюмастере Ну Клака Ему вряд ли Получится убить За ульту Спалил свой блинк Но особо Я так понимаю Не стесняется Агрессив показывать Что у него есть блинк Мол вот смотри Пожалуйста У меня блинк А у тебя что А у меня ничего Говорит Клакверк Ему идти пока Некуда СФа не видно Поскольку он ушел В леса Купает себе Меку Да Все таки будет Станковывать На ранней стадии Сверху шторма Ну с этим блинком Тоже не взять Поэтому по моему Самое адекватное Это просто идти Воевать 5 на 5 Под хилом Вич доктора Которого кстати нет Это интересный момент Сегодня от хила Он будет Кидать моледикты Значит Нас ожидают ганги И вот они ОК атака Это на самом деле Палево Вот это самое Глобальное Палево Когда ты уходишь От Лакверка Вообще не стоит Никто И Перед этим Показалось Что вот Ребят У меня блинк И все Да И все Прекрасно Сейчас должны Понимать Что они Пойдут Куда-то Напомним То что Шторма Шторм Ведет Осторожно А вот Винга С СФ Ведут Ся Неосторожно Начинает Фокусить СФ Удают Бурст И нужно Кинуть Хотя бы Один Койл Давай же Нет Думает Что бежит Но никуда Он не открывается Клакверка Порвался в корову Очень больно корове Корова погибает Тем временем Разминают Вингу Вингу Также сейчас Убьют Подходит Квинов Пейн Клакверка Заканчивается Бодаря Минус Шейкер Ставит Твич Не получается Спиритбрейкер С байбэка Возвращается И ЗСМЖ падает В итоге 4 в 3 Плюс байбэк Сейчас увидим Мы финальный рекап Но по-моему Неплохо вышли Седек Да 4 в 2 Даже И байбэк На спиритбрейкере То есть Сурразмен хорош Они вообще идеально вышли Я не понимаю Почему Такое желание Пойти драться Например Если мы видели Айджи У них когда проигрочная драка Они чаще всего Начинают убегать В разные стороны Если там Те же ЕГ Там вообще Моментальные Не дал его происходит То есть Один игрок забывает Про другого Что он вообще есть А тут Наоборот Вот напали на СФ Разложился брюмастер И пик Седек Он такой Что у них просто Квин оф Пен нюкает Брюмастер нюкает Даже Вич доктор С братрумом И шейкером Более-менее нюкает А у HDT Очень многие герои Не способны Оказывать сопротивление Вот как вот сейчас У нас Не способен Оказать сопротивление КК Его стараются забрать Но в ответ Можно и братруму взять В итоге КК выживает Ну не факт Какая тут Выживет Да Да Его отхилили Отхилили в последний момент Все потому что Вот если бы кинут был Маледикт чуть пораньше Он бы умер Но ему кинули Маледикт вот на этих ХП И поэтому кажется Что у него ХП нет Но и Маледикт-то не дамажит Да В итоге Спиритбрекер у нас Отдается Наверное Стоит посмотреть на графики Графики В пользу Аж GT были Всю игру Но вот этот Последний выход Конечно Подпортил им ситуацию С брюмастером Нужно было быть Аккуратнее Ну а именно Брюмастер Да Когда брюмастер Улетит на такой стадии У тебя нету Супер вояк Аля Бристлбэк Который может Их там убивать И замедлять То лучше всего Вообще не идти драться Даже несмотря на то Что у СФ Омека Видит что Клокверка на речке В неудачной позиции Но решили не врываться Скоро откатит ульту Брюмастера И тогда можно Будет влететь Да Квапа тем временем Сплитпушит Пока что Все у нас происходит В пользу команды Сидек Потому что Они вчетвером Здесь Даже втроем У нас еще И Спиридбрейкер ушел Ну и я так понимаю Выход на клопу На какой-то будет Ну для Сидек Вообще Самое важное То что Вот HDT это понятно Доджит любые Тимфайты И хотите реализовывать Хукшот плюс ульту Скай А для Сидек Самое главное Это просто Идти Какому-то герою Пушить линию А четверым героям Вообще заходить Уже куда-то в спину Это вообще Самый Благоприятный Расклад Для ребят Интересно Смок они завязали Они просто пробежали Никуда не вышли И Ну бывает Да Не раздуплились Куда им двигаться И вот второй смок Сейчас надо вообще Все смоки Юзать И до конца Гейминг Пока Ты не сделаешь Очередное Минус 5 И не заберешь Рошана Так Второй смок От Сидек HDT должны понимать Где они Шторм Палит Контору Сразу улетает Смок Ганг Провалился Шторм И нужно бежать Контр инициация Отличный ультимейт Но делится По двоим Подходит СФ Палкович Доктор Стоит Но СФ Слишком жестко Дамажит Брюмастер Поднимает СФ И спасает Ситуацию Это уже Минус 2 2 в 2 Размен Но Скайрес Смейджу Вряд ли Удастся уйти Байбэков Никаких Нет Шейкер Падает Спиритбрейкер Остается СФ Подняли В воздух Опять 3 в 3 Размен И остается Винга Нужно валить Валит У нас Спиритбрейкер Башит Под пути СФ Ну в общем-то Из этой ситуации Сидек Выжили Очень неплохо Для себя Потому что Брюмастер Спас ситуацию Если бы еще Пару Кайлов Зарядил СФ Это был бы Размен 3 в 0 Или 2 в 0 В пользу HGT Но в итоге 3 в 3 Да Я честно говоря Не ожидал Что такое Проявление Отклакаверка Контринитация Я не ожидал Что Такие герои Как Вич доктор И Квин оф Пейн Будут у нас В первых рядах Они ничего Не сделают То есть Они бегут Бежит у нас Вич доктор Бежит Квин оф Пейн Они находят Шторма И ничего Не делают Почему Не дать Допустим Побежать Первому Шейкеру И Баратруму Где Шекер Может дать Хисурку А Баратрум Сразу зарядит Свою ультимейт Квин оф Пейн Стяжка Мид СФ стревает Получает Маледикт Есть ульта У Квапы Вич доктор Идет Танкует Брюмастер Врывается У него нет Ничего Ульт от Квин оф Пейн Заходит Неплохо Но это Минус 2 Мека СФ Выкиливается Ульт Шекера Не дамажит Вообще Никого Падает У нас Клак вверх Пока что 2 в 1 Цепляют Квапу Есть второй Вортекс Урона много Но Квапа Отсюда Не уходят Трипл килл Делает Эйр Врыв Без ульта Брюмастера Вич доктор Опять танкует Ну и Сидек Близки к тому Чтобы отдать Одну очко Все таки От GT В этой игре Близки как никогда Потому что То что они сейчас Сделали Фактически У них пик Такой Который Ну Он проигрывает Очень сильно Уже начиная Минуты там С двадцатой Наверное Ну где-то так И при этом Они не собрали Ключевых артефактов То есть Без Арчи Такой Ну в Пейн Вы будете Смотреть шторма И он будет вам улыбаться Как нельзя кстати Нормально Смотри сколько Клаперка ботлов Три штуки Зарядил СФ Зарядил шторму Еще надо было Попить из всех Одновременно Там Да Было неплохо Да Ну такое Это дота Все Не могут разобраться Где чей ботл Туда-сюда В итоге Отдали шторму Но Все равно В АЖТ Конечно Все здесь Слишком хорошо И нужно Сидек Что-то предпринимать Но они Вот Им нужно тратить Все ульты В один момент Вот прям врываться И вкастовывать Все Сейчас Клапа Встрянет Свап Сайланс Сайланс Не успевает дать В итоге Очень кривой врыв Клакверк Закрывает 2х Кайросмэч Не успевает Ничего сделать Он дает меку Маны нету Клапа умирает В очередной раз Вичдоктор умирает Боже мой В очередной раз Клакверк закрывает Самые важные цели Отыгрывает Фантастическую игру Он реально Убивает Клапу Убивает Клапу Вроде В которой он вообще Не должен работать По идее Не Ну главное Это Вичдоктора То есть Он так получается Что он прыгает Вичдоктора Все время Оказывается рядом Клапа В итоге он станет Двоих И Скай Он по КД Закидывает Сайланс Этой Клапе Это вообще фантастика Хотя сейчас Его Спирит Брейкер Вроде поджал Но по моему Клапа там просто Не успевает Ничего сделать Ей влетает Куча станов Каких-то урона Брюмастер в инвизе Его не видят Ооо Ситуация опасная Но Клакверк выходит Реминанты Брюмастер Попытка состилить Аегес Подходит Забирает СФ Брюмастер Клап Не успевает Разложиться И умирает Вот это Врыв Боже мой Они забрали Рошана Аегес И еще и Брюмастера В придачу Все Поплыли Поплыли у нас Сидех Куда-то Они не хотят Видимо в плей-офф Хотя на самом деле Для этой команды Врыв Через Квалификации Хороший И потом Хорошее место Будет уже неплохо Но все-таки Плей-офф Было близко Хотя на самом деле Шансы они еще не теряют Даже если сейчас Проиграют Но Сами посудите У них теперь будет На одну очко Меньше чем Так Ехом у нас 2-0 же выиграли Или тоже А нет 1-1 У них будет опять Равное количество Но впереди встреча с IG Где можно вообще Отлететь 2-0 И нужно будет Можно выиграть 2-0 IG Как мы видели Если их прессануть хорошо То им Очень больно Ну да Ну да Да что такое В общем У HGT Победа здесь Им бы очень помогла Очень сильно помогла Сейчас же Пока тяжело Skyros Mage Заходит На клопу Не успевает Повесить Silence И deny Вышку Аккуратненько Тем временем Бремастер сверху Ну вот здесь Бремастеру Только БКБ Себе паковать Наверное Даже Владимир Нельзя будет Уже Слишком поздно Пока он запакует Владимир Пока БКБ Тут Skyros Match Слишком полезен будет Уже появятся Какие-нибудь Возможные Даже хиксы У HGT Мне нравится Оптимист Братрума Вот то что Он сейчас Паковал Да Не ну с одной стороны Если они Ой я сам себя слышу Так вот С одной стороны Если он идет В глобальный Лайтгейм То может быть Он там что-то И раздаст Врагу Но с другой стороны Тогда нужно Вообще завязывать За своими гангами За своими выходами Вперед Можно хоть всем Там паковать Доминаторы Медасы И все что будет Ускорять твой фарм Потому что HDT уже идут пушить Аегис есть Ульта Брюмастера есть Но он только 11 левла Нету каких-то там Плюс арморов Или минус арморов Которые способны Обнуть его По игре И Седак тоже Пошли Спидпушить Ну и нормально Они забрали две вышки Пока HDT забрали только Одну Точнее наоборот HDT забрали две вышки Да Это т2 вышка Если что Т2 вышка Она дает Максимальный Профит Для Тебя На любой стадии Клоп в смоках Очень опасный выход Здесь вдвоем Потому что Находится Скай Нужно закрывать Закрывает двоих Подходит Скай Нужно успеть дать Сайленс По моему Нет тому Брюмастер Брюмастер может Разултиться Но он ждет Просто с руки Забивает Лакверка Ну Кого-то бы еще Не знаю Шторму влететь И было бы нормально Вот это Сайленс у нас Перед брейкера Причем в чем Логика Сайленс у нас Перед брейкера Я не понимаю Мне кажется Брюмастер мог бы И отъехать Хотя нет Наверное Я все равно бы Выжил Но Шанс был Потому что Все-таки Четвертая марка Ультимейт Очень сильно Увеличивает урон Он был битый Клакверк его дамажил Но Не зашло В итоге у нас Очень странный Врыв двоих На четырех Заканчивается тем Что Естественно Умирает Клакверк Но Выходит Наверх От GT Они понимают Что у них уже Но они очень сильные Да Тут вот этот СФ С Аегисом Меккой Он просто Фантастически Силен Еще и Шторм Против которого Ничего нету Из контроля Который может Еще Сам пик Так ложится То что У них очень много Минус армора Вот для Блюмастера Особенно для его Огненной панды Которые по-моему Сейчас являются Одним из главных Дпейсеров Это Чревато И для того же Братрума Пусть он и жирный Но если ему Вешаешь Минус армор То он В замесе Ровным счетом Не делает ничего И тут Интересная битва Зазнали Тавр Ну и что Будет у нас Какой-то Можно Бояться Не хотят Без клока Клок далековато Да Просто Квин оф пейн Тоже далековато Ну ладно Ну вот Квин оф пейн Не видели Хотя сейчас Я думаю Увидят Могут развернуться Нет Решают Просто перетянуться Продолжить свой фарм Ну и может быть Пойти по какой-то Другой линии Четыре героя Бегают вместе Никто не разделяется Возможно Это и правильно Даже Наверное Это и правильно Потому что Спирит брейкер Все таки Мало ли Там Спирит брейкер С кем-нибудь Придут Подассистят Ну и Продолжают Толкать мид Два героя Заходят Ой как Сейчас может Неприятно быть Вардов то нету Все видит Клокверк Закрывает панду Панда не может Раскастоваться И панду забирают Ульт Ультвич доктора Не пробивает Клокверк в итоге Теряет много хп Но захиливается С фласок Стиков И продолжает выживать Все Брюмастера минус нули Без брюмастера Драться тяжко Квапа Сайленс все таки Нафармила Это шанс убить Шторма Свап тем временем Шейкер Ну что то вообще Сидек Ну что вы делаете Просто заходит Свап у шейкера Который стоит уже там Переживает Видимо очень сильно За то что произошло Я могу сказать КК Который взял Все капитана Наш детей И начал пикать Он во первых Напикал мало того Что очень крутую комбинацию Так и во вторых Они прям так Поживее стали выглядеть Да По ушку даже Вечером В прошлой игре Ну в итоге У нас SMJ даже полезно Выглядеть в этой игре Который себя Не очень хорошо Проявлял До этого Ну и в целом В целом здорово Все смотрится Берут гем игроки Сидек Понимают что нужно Разварживать Нужно как то Брать в свои руки Все Но здесь это Тяжеловато будет Тяжеловато Если не будет Разделяться Сжетей 5 на 5 У них уже Просто дикий SF В БКБ Убивать нечем Просто нечем Мека БКБ Блинк Это очень много Ну не только SF Здесь Клакверк Начинает Паковать В БКБ Он также Видит что Разве что Ульта Квапы Заходит хорошо Но все остальное Наносит мана Мало Урона В БКБ И что он спирит Вот он завершил себе Блудстоун Можно конечно Понаглеть Но на самом деле Здесь тоже Собери себе Блэкинг Бар И ты можешь Врываться Там хоть Убивать Ванекс 5 Какого-нибудь Шейкера Смоук Атака На шторма Есть Сайленс Но шторм Оттягивается Ну это Улын Это сейчас Уже должен Происходить Улын Потому что Аж Дети в позиции Чудесно Держит позиционку Вот бегает Клакверк Правда он Бегал Нормально А сейчас он Вот стоит первый Готов Сф Подставляется Винга Есть Свап Чек Успевает Свапнуть Сф А Сф Нажимает Мекку Выживает Шейкер Дает ульту Пытаются Зафокусить Шторма Шторм Умирает Через 22 Секунды Рестница Сф Фуловый В БКБ БКБ Заканчивается Скайрос Мейджа Подцепили Сф Дает Койл Поднимают Его тут же В воздух Скайрос Мейдж раскастовывается Дик Начинают Бить Сф Но Сф Неплохо Отвечает В итоге Уходит У нас Акаша Ель живая Бюмастера Стирают Пошел Спиритбрейкер Разгоняется В Сф Забирает Его Спиритбрейкера Минусуют Квин оф Пейн Забирает Вингу И врывается Шторм На полной Мане И минусует Всю команду Сидек За СНД Подставился В итоге Первым И успел Рестнуться Всех убил Смотрим Рекап 4 в 5 Размен 4 в 5 Хотя По золоту Сидек Больше выиграли Но учитывая Что это был Такой улынчик Они идеально Ворвались Все провязали И ничего Все равно Не смогли сделать Думаю Что сейчас Они расстроены Должны быть Ну вообще На самом деле Файт Получился Нормальным образом То есть Вот это Нападение На СФ Оно привело К тому Что СФ Когда Его свапнули Он тут же Прожал Меку Тут же Прожал БКБ И вообще Ничего не сделал И потом Приколы Он после этого Ворвался в замес Без БКБ Мы видели То что он Не сделал Равному счетам Ничего Не ну он Сделал Скажем так Но он Мог сделать БКБ Гораздо Больше Гораздо Он мог То есть Пойти и драться Потому что Когда тебе дали Проказ Там Всего и вся У тебя Остается 300 хп И эти 300 хп Тебе вообще Нереально снять Учитывая Что там Перед тобой Танки СНГ Молодец Он первый раз Влетел Умер Просто моментально Вообще Ничего По моему Не сделал По крайней мере Из того Что я видел Максимум Даже Вортекс Не успел Дать Он просто Залетел И сдох И во второй раз Когда уже Драка Закончилась Когда уже Все твои бойцы Там Не знаю Отыграли Супер хорошо Он влетает И как царь Добивает Тех Кто красный Ну да Ну в общем Это Это Бладстоун Это Бладстоун Да Почти зарядил Его до того Состояния Которого Ну Ну Сидеки Могут Слушаю Если Они Вот так Вот Продолжат Делать Вылзки И Ни в коем Случае Не будут Давать HDT Вести Позиционку Где Клакверк Танкует Сф Наворачивает И все Остальные Следят За этими Ребятами То Я думаю Все Да Получится Торнс Собирает Торчит Решает Делать Наглый Выход Хотя Не знаю По сравнению По сравнению С тем Что с ними Сделали В прошлом Замес Я бы Вместе Делал БКБ Потому что Более Бесполезного Врыва Еще Не было От всей Команды И Шекер Шекер Нашел Клакверка Моментальная Реакция От Тайси Шекер Падает Отдали Жертву Неприятно То что Блин Был Как это Называется Отдали Жертву Что Богам Приносили Жертву Да Принесли Шекера Жертву Отстаньте От нас Дайте Нам Артефакты Собрать И Кстати Они Молодцы Смотри Они Все Собирают Правильные Артефакты То есть Братрум Уже С БКБ И Ну Пейн Уже Скоро Наверно Будет С БКБ Бремастер С БКБ Да Потому что Даже Несмотря На то Что Они Больно Бьют С руки Там И Сф И Винга Минус Армора И Штор Но Параллельно Тут Очень Много Дэмэджа Магии Тот же Сф Нарочно Вырвается Да Кстати Какой хороший Герой Сф Я Все Переставим Восхищаться То есть Мало Того Что Он И С руки Наяривает По Больше Всех В этой Игре Так Он Вдобавок Еще Дает Минус Армора Всем На 6 То есть У Винга Есть Скилл Да У Винга 6 Армора Дают Одним Скиллом Блок Врывается На Вич Доктора В очередной Раз Я не знаю Как у него это Получается Он просто Всю игру Врывается С этих Дрещей Или Как у них Это Получается Найти Клокверка Но В итоге Молодец Свап ВКБ Нажимает Спирит Брейкер И у Спирит Брейкера Не будет Блокинг Бара Сейчас Вот Это Неприятная Ситуация Для Сидека Они Потеряли Вич Доктора Причем Вич Нельзя Т2 Дыхать Ни в коем случае Нельзя Так вот Смотри ВСФ Аура Дает Падение На Акашу Сверху И Акаш Шторм По Саленс Ты не смог Сделать И выжило Ну Почти Почти Было близко В итоге Тир 2 Отдали Но Акаша Выживает Давай К справедливости Возврат К справедливости Вот смотри Здесь Справедливость Почему Одного героя Минус 6 Армора Это Аура Которая Дает 7 А Винге Которая Вообще Саппорт Есть Чтобы Давать Минус 6 Армора И нужно Медленно Кидать Вейв Террор Причем В правильное Направление То есть Этим Скиллом Нужно Попадать И Все Там конечно Есть Немножко Видимости И Демаг Урон 90 Но В реалиях Нового Патча Это все Пофиг Потому что Все обычно Бегают Только в пятером И Все Видят Все Все Необходимое Ну Нету Аура На то Сф Есть Ульта Которая Он просто Нажимает На одну Кнопочку И Ребята Там С 1500 1600 ХП Умирают Спиритбрекер Пошел Врываться Напали на Queen of Pain Дают ей Сайланс Queen of Pain На этот раз Не выживает Где Спиритбрекер А спиритбрекер Побежал вниз Он не побежал В атаку Минус Квопа И Аегис Все еще есть Выход По верхней линии Сейчас будут Забирать Вышку Сверху После чего Да после чего На самом деле Здесь можно Много чего Сделать Правда У шейкера Блинк Вот это Немножко Опасная Ситуация Блинк Одиннадцатый У гардера Им нужно Въехать В СФ И при этом Задизеблить Вингу Вот шейкер Сейчас может Сделать И то И то То есть Ты врываешь Создаешь Свой ультимейт И тут же Фиссуру В Вингу Вот так Будет Работать Но Пока Каждый Демонстрирует Другой Вариант Они просто Идут По центру Бьют Базу Работает Работает Страта И без Квапы Драться Нельзя Вот сейчас Нужно Сделать Все Идеально Смотрим 10 секунд Осталось До выхода Елизавтра Не отходит Ну Возможно Понимают Что до выхода Квапы Осталось Не так Много Лучше Отступить Тир 3 Вышку Продамажили Забрать Тир 2 Сверху Получить Дополнительное Преимущество Плюс Если у соперника Нет тир 2 Вышек Ты при любой Драке Можешь Сделать Мега Крипов При любой Дачной Драке А тут Придется Еще Отвлекаться Опт Винга Какой Интересный Выбор Ну Вот Но Она Впитывать Готово Ну Да Здесь Она Исключительно Впитывает Скаде Сэфа Пришло Другое Дело Что С руки Никто Не бьет А так То Норм Может Быть Какой Худ Был бы Полезней В такой Ситуации Хотя Он Не дает ХП Хотя И дает Резис Накидочка Накидочка И Тараску Ты Покупаешь Худ Тараску Туда У тебя Будет Все В этой Игречная Да Это Нормальный Запак Для Винги Саппорт Винги Сигнатурный Я бы Сказал Запак Ну И Спушили Вышку И опять Идут По Миду Нету Фортификейшна Знают Об этом Есть Аегис И Очень Каленый Мид Здесь Смаках Стоят Пытаются Встречать Эйр танкует За ним Стоит Кака Аккуратненько Айси В позиции Ну Здесь Айси Мне кажется Нужно Врываться И навязывать Драку Шейкер Заходит Винга В позиции Нюкает Сф Ворвался Шторм Получает Сайенс Но у него Есть Аегис Хаста Саигис Боже мой Че ты бегаешь По драке Убегает Саигис Боже Ты мой В итоге Все время Пока ЗСМГ Бегал По драке Нападает На СФ И его Забивают С руки А ЗСМГ Наконец Он родил Ворвался В противника Забрал Вичдоктора Ребята Из HDT Молодцы Но они Я не знаю Если так Играет Парнем Саигис Это вообще Цирк Молодцы HDT И БКБ Покупает Да Он побежал Не Он оборвался Сразу Начал Убегать Убежал Сюда Он был Под салом Типа Ничего Не дать Ничего Не смысл Типа Танковать Потому что У него Четы Сеф И не забрали Которые Основной Депейсер То есть Если Я не знаю Если бы У Цедак Был Единственный Любой Нормальный Дамагер Вместо Бремастера Или Вместо Квин Оф Пэн Они бы Эту Игру Выиграли Вообще Но из того Что Все Пришло К тому Что Бей Ки Бе Ты Собрал Бей Ки Бей В итоге Противник Не делайте Демиг То в результате Игра Выиграна Одной Кнопкой Вот Как-то Так Ну Влайте В общем Такие у нас Игры Сегодня Интересные Получились 1-1 Причем Такое Ищение Что Команды Раз за Разом Менялись Ролями Очень Интересно Было За этим Наблюдать Ну Китайский Дивизион Продолжится Завтра И если Не ошибаюсь Завтра У нас Опять Целых Три Игры А не Две Ну-ка 26 число Сейчас Мы посмотрим Я уже Не могу Ручаться За Расписание Надо Его Чтобы Сегодня Обновили Нам Обязательно Админы LGD IG Newbie VGP И E-Home IG Ну Видимо LGD IG Newbie VGP И IG VG Так как IG И E-Home У нас Сегодня Было В 19.00 по Москве Ждем вас На Dota Pit Лиге Cloud9 Против Power Rangers А в 22.00 по Москве Ждем вас На Dota 2 Champions Лиге Европа Burden United Против Hellraisers На этом пока что Все Воды Как всегда На нашем Ютубе Подписывайтесь На паблики Ну и Всем До встречи Вечером Всем пока Продолжение следует...